всем привет дорогие друзья некоторое время назад я собрал клетку для своей видеокамеры и вот недавно и и покрасил в черный цвет на покрасил плохо потому что делал это первый раз красил я как она правильно называются вот спрей краска вот это вот в баллончике не знал как правильно это делать и получилось так что покрасил вот клетку не очень аккуратно так скажем есть потеки вот мне это не нравится решил сегодня перекрасить ее а для того чтобы перекрасить нужно разобрать ее полностью вот ну сейчас этим и займусь у меня здесь инструмент для разборки клетки мне понадобятся ключи гаечные вот отвертка крестовая пассатижи и нож такой вот нож ну что начну с того что сниму ручку здесь она у меня эта ручка держится на двух саморезах откручу ручку первый раз красил таким вот баллончиком и не получилось меня не знал я всех премудрости как правильно красить клетку я не разбирал красил ее в сборе так скажем ну скотчем ручки замотал короче вот бумажным скотчем замотал ручки замотал вот эту площадку ремешок вот этот вот все это дело я замотал скотчем вот эти вот как она правильно короче малярная лента малярная лента я это дело все закрыл и так вот красим как вот ну и короче вот здесь у меня получились потеки много потеков некрасиво это все смотрится поэтому поэтому решил перекрасить так надо снять заглушки здесь у меня для этого я возьму ножик ножиком эти пласть эти пласть пласть а ей ай ну ладно что-то видимо краска тут попала такие вот заглушки такие вот ну это я разобрал кое какую конструкцию вот использовал профиль для сборки клетки не хочется конечно разбирать это все потому что потом это все собирать сложно выбора другого нет поэтому будем как-то стараться все это сделать так ножик мне больше не понадобится что дальше дальше надо ключ насколько здесь маленький сейчас как-нибудь откручу надеюсь все получится я задумал неудобно правда тут ключ у меня не лезет может посадить приходится разбирать уже потом в интернете посмотрел как правильно пользоваться этой краской которую баллончик до этого ни разу не пользовался короче вот поэтому на косячу устроился я на лоджии подготовил рабочее место так скажем мусорный пакет тут положил на пол потому что придется работать наждачкой надеюсь краска у меня краску удалю и так упала бывает главное не потерять запчасти здесь у меня шпилька в ручке вот так вот стоит надо сейчас это дело выкрутить может даже не буду полностью просто ручка сейчас сниму ручки сниму и в принципе все в принципе конструкция разобрана хотя а ручки мы ручки я наверно закрою этим ленты чтобы резьбу не попортить не закрасить резьбу краска вроде сохнет быстро но она вонючая такая я закрываю дверь балконную открываю окно и у меня чуть ли не целый день но запах выветривается короче вот такие дела потерялась что ли шайба а вот она прилипшая что дальше что дальше замотаю шпильки этим самым лентой ленты как-то их замотать надо чтоб их не закрасить ну как-то так одна шпилька замотана сейчас замотаем вторую шпильку скотчем лентой скотчем так вот ошибках учимся ну вот шпильки замотаны так что нам еще сделать пока сразу сразу что надо сделать голову я не буду откручивать площадку не буду откручивать закрою лентой лентой понадобится ленты фиг его знает что то что то уж неудобно так вот сойдет тут еще у меня открытый участок остался так что ли сделать покрасить нам эту площадку нормально не критично что-то 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 уберу инстуручок в сторону ключ нам пока не понадобится ключи лента баллончик с краской пассатижи и отвертка так беру перчатки хп шины перчатки и есть наждачка чтобы не запылить это все дело будем пробовать очищать профи от краски наверно 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 вот тут краска остается короче но самое главное чтобы у нас была чистая поверхность ну в смысле ровная так скажем секунду что-то у меня волосы мешают это пойду одену кепку секунду подождите с кепкой так как-то лучше будет будет ну вот это у меня нижняя часть так скажем да наверно на будущее на будущее нужно будет сюда ну три штуки каких-нибудь такие ножки придумать чтобы можно было ставить на какую-нибудь поверхность клетку придумать сюда какие-нибудь не знаю резиновые какие-нибудь штуки на вот эти места но это потом доработаем еще может быть найду какую-нибудь заводскую площадку ну в смысле чтобы камеру на нее ставить вот и заменю это дело вот такие дела продолжим чистку утомительный процесс после зачистки в идеале нужно поверхность обезжирить но к сожалению у меня нечем вот поэтому буду красить так 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 наверно пойдет наверно пойдет наверно пойдет так 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 что у нас у меня получится покрасить нормально так 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 теперь нужно подготовить площадку для покраски вот вот и наверно переставить камеры чтобы вам было виднее так что я как я задумал так вот наверно сейчас сюда приклею вот этот пакет что я как стоять так и так и так 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 и сейчас лентой закрою места которые пока не буду закрашивать закрашу одну часть она высохнет потом закрашу другую она высохнет ленту буду удалять здесь покрашу на высохнет здесь удалю ленту она высохнет а ну в смысле удалю ленту покрашу она высохнет и все как бы наверное так и сделать что-то я уже заговорился чтобы у нас чтобы избежать потеков лучше сделать наверно так это у меня верхняя часть поэтому ее надо как-то аккуратно покрыть краской мудрится мудрится аккуратно вот так вот поставлю на это место до сюда так и вторая и вторая и вторая как бы нам главное чтоб вот эта часть видимая часть она была покрашена качественно главное и вот эта передняя часть чтобы была покрашена качественно более-менее главное без потеков так что я что я задумал то что я сначала покрашу наверно покрашу сначала вот это как то так как то так вот так поставлю сюда это нам не надо это нам пока тоже не надо наденем перчаточки перчатки и нужно одеть маску чтоб не дышать краской так 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 есть такое дело ну если правильно понял нужно держать баллончик примерно в 20 сантиметрах от поверхности которую я хочу покрасить будем пробовать красить страшно страшно жуть надеюсь все получится надеюсь все получится так ну что я могу сказать кажется кажется потеков не видно тут есть чуть чуть не докрашенные места давайте давайте попробуем закрасить так есть вроде вроде бы у меня получилось покрасить ну в смысле нанести краску более качественно вот вот нужно нужно наклеить скотч ленту малярную на то место которое я уже покрасил чтоб сюда у нас краска не попала сейчас я это сделаю так наклеил ленту на ту часть на которую которую я уже покрасил вот и ту же самую операцию надо сделать на второй железке тоже закрыть скотчем ну как то так заклеиваю ленты так черточки надеюсь все получится давайте попробуем достаточно и вторая железка ну вроде получилось вроде бы получилось теперь ждем когда высохнет и продолжим по той же самой схеме эту железку эту клетку кроме меня в руках держать никто не будет так что главное чтоб меня устраивало и все так вот я заклеил все это дело сейчас буду красить две части вот эти вот перевернуть вот так вот наверное лучше вот все так вот поставлю поставил так надеваем маску надеваем перчатки а вот вот ну с приступим до так страшно всегда с как почему-то мне страшно не хочется накосячить ладно начнем достаточно и вторая часть достаточно все ждем пока высохнет потеков нет и хорошо и сойдет открываю окно пускай проветривается хорош достаточно все получилось ура ждем когда высохнет и будем собирать то есть Продолжение следует... Продолжение следует... У меня здесь получается с одной стороны вот здесь вот на шпильке одета шайба, а здесь нет. Уж ее там и не было. Будем собирать так. Процесс такой не очень простой. Попадание. Есть. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сборка на коленках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот Такая клетка Потеков нет Потертости есть А потеков нет Да сойдет я думаю Главное что Нравилось мне Это все таки рабочая машинка Все равно рано или поздно Она поцарапается Поэтому Как то так получилось Спасибо что досмотрели это видео до конца Если оно вам понравилось Поставьте лайк Напишите какой нибудь комментарий Не забудьте Нажать на колокольчик Чтоб не пропустить мои новые видео Всем спасибо До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok